Ближики, но глубоко уважаемые, уважаемые коллеги-участники конференции, конечно, наши коллеги выступали, и все выступали, что, наверное, мы думали покороче. Тема сотрудничества между Россией и Сирией, в принципе, это не современные только истоки, это многовековые, и ислам и христианство, там много истоки, выходят с Ближнего Востока и Сирии. Поэтому это отношение поддержалось греками, и, помню, еще в царское время было много приходов и школ, русская православная церковь в Сирии, приезжали там делегации. Конечно, после советского периода отношения между Россией не прекратились, но они приобрели немножко другого образа. Но на официальном уровне всегда поддержалось. После войны в Сирии это превратило новые формы, причем необходимо было развивать эти сотрудничества. Мне всегда хотелось бы напоминать, что в 2011 году, когда началась события в Сирии, вернее говоря, это не гражданская война, события, скажем, первая делегация общественная, в Сирии, в Сирии, в Сирии, это была с Петербурга, сформирована главный аспорт, представители конфессий, разных конфессий. Они могли своими глазами видеть то, что происходило в Сирии, потому что мы сейчас понимаем, что тогда была начана очень жесткая информационная война против Сирии. И зачем, это уже профессор Колотов сказал и рассказал нам, как приводятся информационные войны, как приводятся религиозные войны. Это было сделано, в принципе, не внутренними силами, но было использовано, к сожалению, лозунги сначала свободы, демократии, потом исламские лозунги. И сейчас об этом говорят христики, в Одессе, в году, конечно, было страшно ездить в Сирии. И мужественные люди нашлись в Петербурге и ездили, это была у нас первая делегация, строители диаспоры и конфессии. Они смотрели своими глазами, как пролепилось в себе очистник в основном и религиозный, и духовный очистник, потому что пробивали во всех, можно сказать, главных мечетах, начали монеты от Кафедрального собора православной церкви, антиофийской православной церкви Сирии, встречались с патриархом, католическим православным, с муфтиятом. Вот это началось с 11 года, и по 2-й раз постоянно все делегации, которые взялись в Российской Федерации, могли свободно посещать любой Кафедральный собор, мечель. Причем со вставами всегда была эта многонациональная, многокрофессиональная. Очень большой знак был в 11-м году, когда мы попали вместе с Рамазаном, и надо было молиться мусульманам, что они пошли из представителей муфтията и молились в церкви, в православном центре. Это было очень знак, что в Сирии веками держалась вот эта, не говорим о толерантности, это один народ, мы сирийцы, и кто-то в силу не мусульманам, в облике бельевых христиантов. Вот этот век был показателем, что никаких религиозных содержать не может быть в Сирии. Ну, конечно, миллиардами долгами бы втекали туда, чтобы разрушить это единство. Как могло государство сохранить, можно сказать, сохранить не только военным путем, с помощью, конечно, поддержки России, но и сохранить и духовные единства? Потому что от того силы, которые метались, разрушили страну, разрушили там духовные платформы, такие колоссальные, вы сами знаете, сколько было сил, и государство воевали вот от этого платформы. Но он мог не сохраниться. Опыт Сирии показывает, что в исламском, например, управлении, там не управление, есть министерство на делах религии, и есть муфтья. Если вот христиан собрался в себе, есть гарантия конституционные. Как Равер Хазар сказал, светскость, которую государство, это не означает, что она не религиозная. Религия очень почетна в Сирии, сирийский народ, в основном, это однажды люди, но в Конституции государство светское. И могла вот этот светсказный гарант свобода мысльной религии сохранить вот этот духовный состав государства и не разрушить государство. Потому что, в принципе, как профессор Котов сказал, придумана была не только Египет, нарушение в Сирии, в России, в Дарище. Я не говорю Египет, потому что это не надо говорить, как они это называются. Не только дальше, это вообще придумано в Сирии государства. Придумано было заменить, в принципе, ислам в Сирии. Здесь сидят, ну, по-произвольжайм, там, где-то муфтья. И они знают, что до начала войны в Дамаске вообще кузница была. Даже для России, для советских, больших советских ресторан, люди ездили в Сирию, изучали Коран, изучали арабский язык. И, наверное, среди них были какие-то эксперименты, очень маленькие консервы. И после, конечно, вот этой войны возник сейчас большой вопрос, что делать. И вот это сотрудничество, которое начали общественники, представители Диазбор, Финкальцев, Фабринства, оно сейчас идет на государственном уровне. Министр Глади Ирана Религии Сирии пребывал уже десятки раз в разных городах России. В муфти, в верхней муфти Сирии тоже пребывал там, не только в Москве, в Путербурге, а даже в Хантимансийске, можно сказать. И вот в итоге, в принципе, сегодня Артен Сибири сказал про коммунитарный геолог и те делегации, которые ездят в Сирии. Это не только конференция. На самом деле есть и коммунитарная помощь, которую туда возят. Там уже работает по восстановлению лечеби. Не знаю, не только вот, даже в фонде, значит, фонд Альяр работает в Олегу на восстановлении лечеби. И сегодня уже идет разговор о создании международного центра наушного образования, образовательного центра по праводействию, экстремизм в Дамаске. Министр под его контролем, конечно, все участки российского духовенства и опыт, который тоже был в Кавказе. Почему это все произойдется? Потому что, как, в принципе, многие сегодня говорили, что если не будет мир в Сирии, не будет мир в России, во всем мире не будет мир. Поэтому вот эта платформа, которая помогает объяснить опасности, которые была в Сирии. И мы здесь в Петербурге, в принципе, тоже занимаемся, вот, реализовать опыт. Вот здесь сидит, уважаемый там, муфти, отец Александр. И мы вместе, каждый месяц, проводим семинары в Гузове в Санкт-Петербурге, объясним студентам, знаменимым студентам, как не попасть от влияния экстремизма. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.